не совсем доброе утро это когда ты засыпаешь со своей девушкой просыпаешься без нее представляете мне вчера арина привезла в этом пакете напитки и еще что-то напитки то я взяла я просто сейчас начало драться ничего смотреть что в пакете а там вкусняшки она привезла мне вкусняшки короче сейчас этот пиздюк да убирается я запишу стрим где-то в 3 у меня уже есть настроение боже это так трогательно спасибо чат большое спасибо огромное спасибо а это само это выходит я здесь не хотела у меня было охуенно настроение типа я бы не запускалась плохим просто вы начали кидать сердечки начали поддерживать и все у меня эмоции просто это даже никак не контролируется у меня вот так вот трясет спасибо большое чат я вообще не ожидал сереже за сердечки спасибо большое вы там в других чатах меня сильно поддерживали хэштеги какие-то придумывали спасибо большое спасибо спасибо огромное мне очень приятно мне действительно очень приятно до глубины души я вот это что выплакалась в мне руки трясут в в телеграме то что мне наболело то что у меня было что я нажила вот и и вот я решила все выплеснуть а мне уже сказали чтоб я не извинялась за это что все эмоции они нормальные хоть и плохие хоть и хорошие потому что а потому что мне стало стыдно за то что я вырвелась за то что наговорила всего я даже не помню что я говорила потому что это было на эмоциях а вы знаете что на эмоциях то не контролируется вообще но у меня там был всплеск эмоций максимальный даже серёжа подтвердит что то есть у меня прям давно такого не было что произошло блин на самом деле не хочется еще раз повторять что произошло ну то есть как будто бы я на этом хайплюсь и так далее но хотя про это никто не говорил про хайп просто я сейчас так сказала мало ли кто так подумает ну блять мало кто захотел бы хайпится на здоровье родителей ладно там какие-то проблемы там с отношениями или еще что-то знаешь всякие вот эти вот а когда такое ты ну ну тоже жизнь просто сама по себе происходит вот и я хотела бы чтобы кто знает тот знает что произошло не знаю правильно это будет или нет но просто некоторые ведь не сидят в телеграме некоторые просто на твиче сидят не знаю стоит ли вообще рассказывать еще раз кто знает кто кидает сердечки понимает то произошло то приключилось и какие последствия грядут в ближайшем будущем потому что это ну еще все впереди вот потому что все только начинается а впереди надо просто держаться и все мы должны быть сильными и в будущем у меня будет я надеюсь что все лучше но я не уверена по поводу этого и возможно я возьму был какой-то перерыв наташа меня очень тронули твои голосовухи надеюсь все будет желаю тебе и твоим близким здоровья не стесняйся высказывать свои эмоции нормальные челы тебя поддержку спасибо просто я очень надеюсь что с вашими близкими с вашими родными никогда не произойдет вот такой вот фигни какой у меня произошла потому что сначала мама потом тетя это моя вторая мама и все меня не успокаивают наверное те сообщения когда пишет и по все наладится когда я реалист я понимаю что нет все становится только хуже и тут поможет наверное только терпение и время время только очень много времени вот потому что у меня до этого умирал дядя умирала бабушка но я так сильно не переживала потому что я их очень мало знал вот сейчас так сложнее намного это то есть мама то есть это та тетя которая мама у той сестры которая была на стриме у полины то есть она мне как вторая мама вот операцию нельзя сделать потому что дали метастазы и и сделали хотели сделать операцию в итоге опухоль разрослась так что она задела все важные органы ну и там в общем нельзя ее вырезать никак и тут только просто надеяться и ждать но как вы знаете один шанс на миллион и все вот супер хуёвый год согласно плюс вот этот коронавирус плюс что происходит вообще в стране с белоруссией и проблемы с близкими потом у меня вот эти вот семейные проблемы короче пиздец короче надеюсь да что вашей семье берегите просто вашу семью наслаждайтесь моментами потому что время идет вы взрослеете и родители ваши тоже взрослеют и они уже не молодеют к сожалению берегите их здоровье если свое не переживать берегите просто их здоровье и как не знала что у него был рак у него просто заболел живот и она пошла сдала на анализы являть я такая спокойная была на самом деле я вот сейчас четыре дня успокаивалась но я не могла успокоиться потому что ну как успокоиться да она не знала что у него рак она просто просто в один прекрасный момент она решила позвонить в больницу сдала анализы и узнала как раз то есть она обычно у него хорошая жизнь работала риэлтором и даже сейчас потому что нужны деньги она выбирается но я уже и помогла деньгами ей там нужно но не в общем кредит но вот она 30 тысяч каждый месяц должна выплачивать я уже дала на два месяца пока вот надо отвлечься у бустера видос вышло на втором канале да я уже отвлекалась тысячи раз и игрук арина ко мне при приехал мы пред подписка страдали ли и все и все равно ну как я из дома не хочу выходить пока что но я хотела у меня было отличное настроение я тут сейчас под моргенштерна грубо говоря танцевала потом вы начали сердечки спамить я вспомнила опять меня нахлынула блять и все и опять я возвращаюсь то состояние хотя я уже все я уже отлегла и уже менее мама позвонила она тоже спросила что случилось я не стала говорить что из-за этого она понимала как бы то есть она мне сначала позвонила сказала потом увидела история она просто подержала не сказав ни слова и вот а где фрибатя будет фрибатя был фрибатя уже да везде вон фрибатя фрибатя всегда с нами так что мы не забываем про вадима вот и я вообще хочу провести не грустный стрим поэтому давайте не не зацикливаться на этом наверное что я думаю у всех у нас есть проблемы в жизни у проблемы с семьей и так далее я уже очень много нервов потерял держись что скоро в школу я уже очень много нервов потратил я не вижу смысла просто сейчас этому солить эту тему потому что она размусолена уже несколько раз как мне обычно люди говорят там нужно поговорить с близким не человеком я поговорила с близким не человеком час мы разговаривали в итоге ничего не помогло потом еще час разговаривала с человеком все равно не помогло как сэм слава богу хорошо но он тоже болеет он кашляет просто не знаю а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok